Договорились с ресурсовиками. Во всех 15 котельных Михайловского района есть свет. А еще две недели назад они были обесточены. Из-за низких тарифов на тепло у района накопился огромный долг перед энергоснабжающими компаниями. По одному предприятию порядка 2 миллионов 400 тысяч, это Алтай Краэнерго, и по второму предприятию 184 тысяч. Договорились по графику погашения задолженности образовавшейся и по гарантированному оплате предстоящим отопительного сезона. Сетей котлов за лето отремонтировали на 2 миллиона, но этого было мало. 13 миллионов краевых средств пришли только месяц назад. Буквально месяц назад было постановление о выделении дополнительных средств на реконструкцию и ремонт ракетовской котельных и сетей, где у нас подразумевают под собой замену трех котлов, а также ремонт сетей порядка 2 километров. Топить район ремонт сетей не мешает. Кстати, к ветхости сетей сейчас основные вопросы. К слову, в прошлом году Михайловский район паспорт готовности не получил и рискует вновь. Возможно, в следующем году он выйдет из аутсайдеров. В Крэвоминстроенном сообщили, что в муниципалитете запланирован капитальный ремонт теплосетей. В подвешенном состоянии три города – Олейск, Славград, Яровое. В последних двух больше 200 замечаний от Ростехнадзора. А еще Бийский, Калманский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Смоленский, Тальменский районы. Причем некоторые даже не восстановили подачу электричества в котельные. Обесточены они в Смоленском, Зминогорском и Черышском районах, что, мягко говоря, осложняет подготовку к зиме. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.